МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях. Сотни жителей села Шункуркуль Карагандинской области на протяжении долгих лет пытаются вернуть себе право голоса. Местные жители жалуются, что судьбу целого аула решает лишь один человек. Город Семертау лидирует по количеству коррупционных правонарушений в Карагандинской области. На форуме «Будущее без коррупции» городоначальник поведал о своей борьбе с мздоимцами. Войти в тройку призеров по итогам регулярного чемпионата. Такой наказал Аким Карагандинской области, Ерлан Кошанов на встрече с футбольным клубом «Шахтер». В этом году команда отмечает 60-летний юбилей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сотни жителей села Шункуркуль Карагандинской области на протяжении долгих лет пытаются вернуть себе право голоса. По их мнению, бизнесмен Марат Баймухаметов распродает государственные земли и здания, которые присвоил много лет назад. Местные жители жалуются, что судьбу целого аула решает лишь один человек, не принимая во внимание мнение народа. Жители села Шункуркуль Асакаровского района негодуют. Безработица, неразвитая инфраструктура и бедность далеко не весь перечень проблем, с которыми столкнулись местные жители. 22 года назад бизнесмен Марат Баймухаметов основал товарищество с ограниченной ответственностью и присвоил большую часть государственных земель. Предприниматель долгие годы кормит жителей обещаниями, наладя ситуацию в ауле, но пока все безрезультатно. Последней каплей, переполнившей чашу терпения народа, стали новости о том, что бизнесмен намеревается продать детский сад и дом культуры. Он делает все, что ему вздумается. У каждого сельчанина, начиная от Аксакала и заканчивая младенцем, есть своя доля в этом ауле. Если все это отдать в руки одного человека, что станет со стальными? Как нам жить? Мы устали обивать пороги акиматов. Куда бы мы ни обращались, ответ всегда один. Всем нас жалко, но сделать они ничего не могут. Все наши мужчины работают в другом городе. Здесь для них нет ни работы, ни возможностей. Разве это правильно? У всех есть дети, семьи. Никто для нас ничего не делает. Бизнесмен не в состоянии сделать что-нибудь для жителей села. Из-за неурожайного года Марат Баймухаметов потерпел убытки. К тому же предприниматель сетует на то, что имеет огромный долг в 98 миллионов тенге. По его словам, на эти деньги он приобретал тракторы и прочую технику для села. Однако местные жители его словам не верят. Он сказал, что купил комбайн за 3 миллиона тенге. Но он тут же сломался. За все эти годы из новой техники он приобрел всего два трактора. Вся остальная техника всегда поддержанная. Он может врать нам, что купил новое дорогое оборудование. Таким образом и получается 98 миллионов тенге. Аким Сила Шунгар-Коль разводят руками. Чиновник заявил, что не имеет права вмешиваться в дела частного предпринимателя. Я представитель местной власти и не имею никакого права проверять документацию ТО. У меня нет таких прав. Бизнесмен же в этой ситуации себя виноватым не считает. Ко всему случившемуся предприниматель относится с долей оптимизма. Марат Баймухаметов уверен, что инвесторы помогут решить все проблемы. По его словам, в село уже приезжали инвесторы, в том числе и сам посол Афганистана. В прошлый раз в село приехал посол Афганистана. Сейчас он ведет переговоры с частными лицами. Возможно, в скором времени мы сможем привлечь инвестиции. В общей сложности наш аул посетили 9 инвесторов. Я верю, что ситуация наладится. От меня мало что зависит. Урожая не было. Разве я в этом виноват? Техника дорогая, инструменты тоже. Пока предприниматель ищет инвесторов, а администрация села держится в стороне от конфликта, рядовые сельчане продолжают сводить концы с концами. Народ как никогда беспокоится за будущее аула, который является домом для 650 человек. На металлургическом комбинате Арселор Миттл Тимиртау произошла очередная авария. На станции ТЭЦ ПВС обрушились плиты перекрытия. По официальным данным, при обрушении никто не пострадал. По информации пресс-службы компании, на станции приостановлена работа двух котлов. Еще четыре работают. Работа на комбинате продолжается в штатном режиме. В настоящее время расследованием инцидента занимается комиссия, созданная уполномоченным органом в области промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Казахстана. В Министерстве энергетики, в свою очередь, заявили, что случившееся никак не повлияло на теплоснабжение Тимиртау, так как ТЭЦ ПВС является технологической электростанцией комбината и работает только для обеспечения собственных нужд предприятия. Премьер-министр Казахстана Бахатшан Сагентаев поручил проверить пожарную безопасность в торгово-развлекательных центрах. На заседании правительства он прокомментировал пожар в российском городе Кемерово, в котором погибли люди. Глава правительства отметил, что этот случай должен послужить уроком. Необходимо обратить внимание на еще один вопрос. Вы знаете о трагическом событии, который имел место в российском городе Кемерово. Произошел пожар в торговом центре, в результате чего погибли более 60 человек, из которых 35 дети. Глава нашего государства официально направил телеграмму соболезнования главе России. Это ЧП должно стать уроком и для нас. Блогеры по своей инициативе посещают торговые дома и смотрят, открыты или закрыты двери для ЧАЭС. МВД совместно с противопожарными службами и акиматами должны провести инспекцию в торговых домах и принять необходимые меры. Такое задание глава кабинета министров дал на заседании правительства. Контроль этого вопроса он возложил на своего первого заместителя, Оскара Мамина. Напомним, что пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, жертвами стали 64 человека, среди них десятки детей. С 27 по 29 марта в Кемерово объявлен траур. Почтить память погибших призывают и карагандинцев. Во вторник в 20 часов на набережной Центрального парка состоялся траурный митинг. Также стало известно, что будут проверены все торгово-развлекательные центры республики. В Казахстане их насчитывается 1151. Об этом сообщил председатель комитета по чрезвычайным ситуациям Владимир Беккер. Пожарная безопасность во всех центрах будет проверена до конца 2018 года. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Два новых депутата Карагандинского областного маслехата приступили к своим обязанностям. В областной избирательной комиссии подвели итоги выборов депутатов маслехатов вместо выбывших. Всего по 9 избирательным округам было выдвинуто 30 кандидатов. Трое из них выбыли из предвыборной гонки. Таким образом, в избирательные бюллетени было включено 27 кандидатов. В день голосования 25 марта на избирательные участки пришли чуть более 46 тысяч человек, что составило 71% от общего количества избирателей. Предвыборная компания, которую мы Кирилл прошу успешно. Никаких залов заеден. Благодаря областной избирательной комиссии не поступило. Всем было сроком раут-проект. На странице печальных изданий средств массовой информации части. По итогам голосования было избрано два депутата областного маслехата. Шесть депутатов городских маслехатов, один депутат районного маслехата. Среди избранных две женщины и семь мужчин. Средний возраст 48 лет. Депутатами областного маслехата стали Айдос Майкебеков, директор карагандинского отделения магистральной сети КТЖ, а также Дмитрий Чернов, директор карагандинской городской больницы номер один. Оба кандидата были выдвинуты партией Нур-Отан. Мирамбуль Салкимбаева, Андрей Теншал, Каралтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый карагандинский. К другим новостям. В Караганде стартовал молодежный форум под названием «Будущее без коррупции». Мероприятие, организованное Акиматом города и Департаментом по делам госслужбы и противодействию коррупции, посетили сотни студентов. Республиканский форум проходил по трём секциям, на которых студентам разъяснили особенности работы госслужащих, а также рассказали об антикоррупционных мероприятиях. Больше всего фактов коррупции по региону зарегистрировано в Тимиртау. Об этом своём выступлении в ходе форума «Будущее без коррупции» рассказал Аким Тимиртау Халам Ашимов. Также градоначальник поведал о том, какие шаги предпринял с целью улучшить ситуацию в городе. В 2017 году 7 фактов коррупции выявлено в нашем городе. Горько говорить, но необходимо, запятанно оказалась система образования, управление пределом, коммунальная сфера. Буквально у всех нас есть возможность начать менять ситуацию себя и вокруг себя. Так первым моим шагом на посту Акима города Тимиртау стал призыв за честные государственные закупки. Все, абсолютно все закупки проводятся только через электронные торги. Второй шаг – это высокий уровень взаимодействия органов власти с институтами гражданского общества в сфере противодействия коррупции. Так, на всех этапах конкурсов, вплоть до сдачи актов по выполненным работам, контроль за исполнением вели представителей общественного совета, депутатов городского массового хата, советах Сокалов, представителей средств массовой информации. На сегодняшний день департаментом агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции проводится массовая работа по формированию антикоррупционного мировоззрения людей. В первую очередь учить проявлять нулевую терпимость по отношению к коррупции следует молодое поколение. В этом уверены борцы с социальным злом. В связи с этим сотрудники департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции уделяют пристальное внимание воспитанию студентов региона. Для молодых людей организовывают различные конкурсы СССР, приглашают в школу госслужбы, а также проводят молодежные форумы. Для искоренения коррупции в учебных заведениях в каждом вузе начали свою работу антикоррупционные омбудсмены. Кроме того, единственный проект нашей республики это то, что мы ввели во всех вузах такой проект, как антикоррупционный омбудсмен. То есть антикоррупционный омбудсмен – это сотрудник нашего департамента. Все его данные вывешены здесь на стенде, вот по всех вузах. То есть каждый студент, каждый преподаватель, если сталкивается с каким-либо фактом коррупции, то он может или она может обратиться именно антикоррупционному омбудсмену вот по таким вот фактам. Следует отметить, что активное участие в организации форума приняли власти города. Свою точку зрения касательно этой проблемы высказали и представители молодежи. Студентка Карагандинского государственного университета имени Евнея Ростановича Букетова Ольга Калмыкова в своем докладе акцентировала внимание на том, что главное право человека – это свобода от страха. Девушка заявила, что молодежи стоит не бояться коррупции, а наоборот делать все, чтобы ее искоренить. Ольга считает, что борьбу с коррупцией стоит начинать с себя. Как бы человек каждый должен начать с себя. Если начнет с себя, сам будет противостоять в эти моменты, все будет нормально. Мы, конечно, мы будем говорить, будем проводить круглые столы, но все же все зависит от самого человека, как сам человек победился. В завершении мероприятия организаторы подвели итоги конкурса «Эссе» среди студентов. Победители наградили дипломами. Затем участники форума разделились по трем секциям, чтобы обсудить вопросы поступления на госслужбу, получения государственных услуг и разъяснения антикоррупционных мероприятий. Марафон по борьбе с коррупцией, который стартовал в шахтерской столице, завершится в декабре текущего года. Проведение данного мероприятия поддержали все города Казахстана. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. С 1 января изменен пенсионный возраст. Женщин. Изменена базовая пенсия. Изменился и график выплат. Об этих и других изменениях в пенсионном законодательстве рассказали специалисты в ходе Дня открытых дверей в Карагандинском филиале Единого накопительного пенсионного фонда. Специалисты отмечают, что пенсионная система модернизируется с целью повысить эффективность выплат. С 1 января повышается пенсионный возраст для женщин. Это связано в первую очередь с тем, что представительницы прекрасного пола в среднем живут дольше мужчин. Их доходы ниже. Кроме того, базовая пенсия отныне будет зависеть не только от трудового стажа, но и от стажа участия в пенсионной системе. Изменения коснутся и графика выплат. С января пенсию из ЕНПФ выплачивают ежемесячно. Если до 1 января 2018 года пенсионеры, достигшие пенсионного возраста, получали пенсию, то есть они имели выбор получать ежегодно, ежеквартально или ежемесячно, то с 2018 года они имеют право только получать ежемесячно. Также были внесены изменения, что если пенсионное накопление не превышает 12-кратной минимальной пенсии, то этот кладчик может получить единовременно всю сумму. Это на сегодняшний день составляет 400 тысяч тенген. Также было отмечено, что коэффициент текущей стоимости пенсионных накоплений рассчитывается исходя из средней продолжительности жизни пенсионеров в Казахстане. В этот день мероприятие посетило порядка 200 жителей Караганды. Мнения горожан по поводу изменений разошлись. Одни их приветствуют, другие считают новшества бесполезными и даже вредными. Почему-то, образно говоря, мои накопления я не смогу получить. В этом плане я остался очень как бы непонятным явлением. Недоволен я, по крайней мере, честное слово. Я стремлюсь к пенсии, делаю накопления в конце, чтобы получить и куда-то его использовать для здоровья, или при покупке жилья, или это мои деньги. Я имею право потратить их, как захочу, но получается совсем по-другому. И все-таки Серик Шарипович надеется, что это не последнее изменение, и в Астане примут справедливое решение, которое удовлетворит казахстанцев. Тем не менее, нынешние изменения уже вступили в силу. Сотрудники Карагандинского областного филиала Пенсионного фонда заявляют, что все изменения приняты в целях укрепления стабильности и эффективности пенсионной системы, а также в целях увеличения размера совокупных пенсионных выплат. Андрей Тенн, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. И еще об одном. 60-летний юбилей в этом году отмечает футбольный клуб «Шахтер». С праздником команду поздравил Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов. Он также пожелал спортсменам хорошей игры и хороших результатов. Сегодня мы собрались по традиции. Начало сезона. И сегодня, первое, пожелать вам удачи на новом сезоне. И второе, послушать ваши предложения и пожелания по организации работы в клубе. Ну и в-третьих, если есть какие-то проблемы, вопросы, также мы сегодня можем обсудить. Глава области Ирлан Кушанов также напомнил, что в этом году карагандинской футбольной команде исполняется 60 лет. В прошлый, 55-летний юбилей, горники впервые в истории Казахстана прорвались в Еврокубок. Аким области выразил надежду на то, что этот год станет для наших футболистов не менее успешным. Во всяком случае, со стороны областных властей сделано все необходимое, заявил Ирлан Кушанов. Со своей стороны, я могу сказать, что мы областное руководство, область, мы сделали все для вас. Финансирование открыли, материально-техническое снабжение, я думаю, Алибек, на должном уровне, так? Да, да. На должном уровне. Мы организовали ваши сборы, я думаю, сборы тоже прошли неплохо, по моей информации. И теперь дело за вами. По ходу, какие вопросы будут, мы готовы любое время собираться здесь, обсуждать с руководством клуба. Новый исполнительный директор шахтера Алибек Урузгалеев высказал слова благодарности Акиму за всестороннюю поддержку клуба. Он также отметил, что 13 из 25 игроков клуба – карагандинцы. Кроме того, шахтер – одна из самых молодых команд в стране. А главный тренер команды Владимир Журавель подтвердил, что его подопечных есть возможность показать хорошую игру. У нас большие изменения в кадровой составляющей, то есть команда строится заново. Отчасти это тоже есть проблема, но могу вас заверить, что атмосфера в коллективе хорошая, ребята с пониманием относятся. Мы все помним, что это 60 лет клубу. Поверьте, все постараемся отдать все силы, чтобы оправдать надежды в первую очередь болельщикам. От имени спортсменов выступил капитан команды Евгений Тарасов. Он также поблагодарил руководителя области и заверил, что команда приложит максимум усилий, чтобы выступить успешно. Капитан Шахтера также вручил Аким области именную футболку и мяч с автографами игроков. Мы, футболисты, приложим максимум усилий, чтобы выступить успешно и оправдать надежды, которые у нас возлагаете вы и наши болельщики. Вам хотелось бы также пожелать успешной продуктивной работы, реализации ваших намеченных планов и проектов. А мы будем стараться почаще радовать вас своей игрой, своими победами. В завершении встречи Ярлан Кушанов напомнил, что деньги, которые вкладываются в клуб, являются бюджетными, а значит и спрос будет особый. И вы помните, что те средства, которые мы тратим, это бюджетные средства, бюджетные. И за это мы в течение сезона будем вас спрашивать. Конечно, сложно говорить, там надо занять такое, такое место. Но в год, в 60-летие, юбилейный год, хотелось бы максимально высокое место, чтобы вы заняли, результат дали. Первые тройки, возможно. Ну, первое, второе место, понятно, там очень сложно. Надо к этому стремиться. Первый домашний матч футбольный клуб проведет 1 апреля. Вот только домашний он условно, поскольку ни в Караганде, ни в Тимиртау поля не готовы. Игра пройдет в Астане. Соперником «Шахтера» выступит Талдыкурганская команда ЖТСУ. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, первый карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго, Аван Саввилов. Субтитры подогнал «Симон»!